Всем привет! С вами, как всегда, Алексей Микроскопов, компания Демикро, и мы опять снимаем обзор на микроскоп. Сегодня у нас их даже целых два. Это микроскопы Olympus серии BX, а именно BX43 и BX53. И это означает, что мы сегодня будем говорить о прямых исследовательских микроскопах для биологии и медицины. Начнём! Данная серия микроскопов уже не одно десятилетие используется во многих лабораториях, научных и исследовательских центрах. И зарекомендовали себя эти микроскопы исключительно с лучшей стороны. Серия BX — это исследовательская линейка прямых микроскопов для биологии и материаловедения. Сегодня мы поговорим о Life Science-системах для биологии, а по материаловедческим штативам снимем отдельный ролик. Итак, линейка Olympus BX представлена четырьмя микроскопами. BX43, BX53, BX63 и, как вы уже догадались, BX46. Сегодня рассмотрим две самые популярные модели BX43 и BX53. Начнём с 43-го. Штатив без моторизации, но поддерживает некоторые кодированные модули. Осветитель проходящего света здесь светодиодный, эквивалентный по мощности 50-ваттной галогенной лампе. Уже в базовой конфигурации есть менеджер света, который автоматически выставляет необходимый уровень освещения при повороте к кодированному револьверу. Для заказа доступны и обычные механические револьверы, но кодированный здесь будет очень удобен в работе. Так, стоп. Давайте расскажу, чем различаются между собой обычные механические, кодированные и моторизованные модули. Нас же юные исследователи смотрят в конце концов. Рассмотрим как раз на примере револьвера. Механический револьвер, хоть и является высокоточной деталью, но по сути это просто железка, которая фиксирует объективы и точно их позиционирует. Никакой электроники в ней нет, то есть микроскоп не может понять, какой объектив установлен в данный момент. Кодированный же револьвер продолжает быть механическим, но дополнительно в него установлен датчик, который понимает текущую позицию объектива и может отправлять эту информацию в штатив микроскопа, контроллер или программное обеспечение. Это удобно. Револьвер мы по-прежнему перемещаем вручную, а программа автоматически подбирает калибровку и микроскоп автоматически выставляет свет. Моторизованный револьвер – это кодированный револьвер, который управляется кнопками или из программного обеспечения. Моторизованные компоненты удобны в таймлапс-исследованиях, когда мы задаем последовательность задач, и микроскоп сам меняет объективы, отслеживает позицию столика, настраивает конденсор и проводит автоматическую съемку. Об этом тоже как-нибудь снимем отдельное видео. Но вернемся к BX43. Итак, микроскоп поддерживает кодированные компоненты, а именно, револьвер и флуоресцентную турель рефлекторных модулей. Остальное – только надежная механика. Доступны все объективы Olympus, множество конденсоров, тубусов, в том числе и сверхширокопольный FN26.5. Модель я бы позиционировал как самое недорогое решение из серии, дающее предельное качество изображения. Посудите сами – объективы и оптика не отличаются от старших моделей, яркости света достаточны для работы как в светлом поле, так и в поляризации при скрещенных николях. Цветовая температура вас только порадует. Нейтральный белый свет с легким желтым оттенком температуры в 4000 кельвинов. Микроскоп BX43 реализует следующие методики контрастирования. Светлое поле, темное поле, фазовый контраст, дик контраст, поляризацию в проходящем свете и флуоресценцию в отраженном свете. Флуоресцентный источник может быть любой – ртутная лампа 100 Вт, металлогалогеновая лампа с гелевым световодом или ксеноновый источник света. Конденсор выбирается, исходя из ваших задач. Например, очень удобен конденсор Церники, содержащий в себе 5 вставок – светлое поле, темное поле и три фазовых кольца. Есть также сухой и мокрый темнопольный конденсоры, в которых отлично видно липтоспироз. Также можно установить различные дополнительные модули, скажем, модуль повышения увеличения или промежуточный тубус. Например, для установки рамановского спектрофотометра. То есть на данном микроскопе можно сделать всё, но в ручном режиме. Так что если ваши задачи – получение ярких, чётких и насыщенных изображений в различных методиках контрастирования, BX43 – это ваш выбор. Олимпус BX53. Внешне штатив похож, но давайте посмотрим более детально. Первая разница – освещение в проходящем свете. Источник света на выбор – либо галогенный 100 Вт, либо светодиодный источник, аналогичный по яркости. У нас как раз такой. Есть набор встроенных ND-фильтров, но самое главное – в BX53 поддерживаются не только кодированные, но и моторизованные компоненты, а именно револьвер объективов, флуоресцентная турель и конденсор. На микроскоп Олимпус BX53 можно установить все те же компоненты, что и на BX43 и даже больше. Например, можно поставить автоматический сканирующий столик и получить уже практически слайд-сканер. Микроскоп будет самостоятельно изменять положение стола, делать сшивку образца, менять объективы и подстраивать конденсор. И всё это в автоматическом режиме. А если, к примеру, вы строите систему для кариотипирования и фиш-исследований, то ещё и флуоресцентная турель будет автоматически менять фильтр кубы. Моторизованный аттенюатор позволит делать автоматические пресеты для работы с ртутной лампой или другими источниками света. Также на базе штатива BX53 с лёгкостью строится система BX53P – поляризационный микроскоп для исследования петрографических шлифов. Тут уже и полная поляризация, различные компенсаторы, линза Бертрана и специальная серия поляризационных объективов Olympus, свободных от внутренних напряжений. Если вам необходим дискуссионный тубус для создания системы в учебной лаборатории, тоже рекомендую остановить свой выбор именно на BX53. К заказу доступны дискуссионные насадки для одновременного наблюдения 10 специалистами. Всё благодаря мощному осветителю и качественной оптике серии UPL FLN. Высокоапертурные объективы пропускают максимум света, и вы получаете яркое и чёткое изображение. Если резюмировать, то микроскоп Olympus серии BX – это настоящий конструктор для серьёзных исследователей. С таким микроскопом вы сможете построить систему, подходящую конкретно под ваши требования, начиная от простой работы с гистологией в светлом поле и заканчивая сложными флуоресцентными исследованиями с моторизованными компонентами. И какая бы задача у вас ни была, микроскоп предоставит прекрасное качество оптики, удобство в работе и надёжность всех механических компонентов. Что ж, вот такое вот сегодня у нас получилось видео. Микроскопы порадовали нас качеством изображения, и вы можете убедиться в этом сами, просто приезжайте к нам в демо-зал. А если вам нужна консультация по подбору оборудования, то смело пишите нам на почту или звоните по телефону. С вами был, как всегда, Алексей Микроскопов, компания D-Micro, Olympus BX43, Olympus BX53. Лайк, подписка, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok